День Святого Валентина День Святого Валентина подарок, сделанный своими руками. Сегодня вместе с программой «Сиюн в зов сердца» мы будем создавать свой кулинарный шедевр. А поможет нам в это участница клуба «Чудо-ручки» Екатерина Костюк. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Скажи, пожалуйста, что ты для нас приготовила? Сегодня мы сделаем вот такой ароматный имбирный пряник и украсим его глазурью. Очень красиво! Действительно ароматный! По словам мастерицы Екатерины Костюк, на счету которой не один десяток аппетитных валентинок, сделать такой подарок будет несложно. А вкус имбирных пряников, несомненно, понравится возлюбленному. Ну, начнем. Не будем терять времени. Что нам для этого понадобится, Катя? Для этого нам понадобится сахар, мед, яйцо, масло сливочное, сода и специи. Так, что будем делать в первую очередь? Так, для начала нам нужно смешать сахар. На самом деле это будет мой первый имбирный пряник, я никогда их не пекла. И мед. Можно так вот. И силиконовая лопаточка, она очень хорошо вычищается. Мед, он должен вот такой вот быть, без разницы, может он и жидкий быть. Да, потому что мы сейчас его будем топить на плите. После того, как все перемешали, получившуюся массу растапливаем на небольшом огне до полного растворения сахара. Теперь мы добавляем смесь специй. Здесь корица, имбирь, кардамон и гвоздика. Ничего себе. Почувствуйте запах, конечно. А как ты сама выбираешь, вот какие туда войдут? Ну, это традиционно. Традиционно. Ну, в принципе, можно добавлять. И свои какие-то, да? Да. Можно добавить, например, красный перец даже. Да? Да, и оно будет такое немножко. Жгучее. Можно добавить цедру лимона, цедру апельсина. Затем добавляем две чайные ложки соды, после чего масса начнет пениться и увеличиваться. И добавляем в горячую массу сливочное масло. Тщательно перемешиваем. А после кладем яйцо, муку и замешиваем тесто. Катя, сейчас у нас уже тесто готово. Мы должны его раскатать. Какой он должен быть толщины? Толщины примерно 4-5 миллиметров. Вооружившись скалкой, раскатываем тесто. Стараемся, ведь у нас должен получиться ровный пласт. И вот такие у нас есть формочки. Вот сердечки. Сердечка. И такая табличка, я думаю, что здесь можно будет написать какую-нибудь надпись. Да, сердечка разных таких размеров формы, да? Классно. Просто распределяем. Это уже сплошное творчество. Угу. И сразу на... Да, и переносим на пергамент. Опа. Красота. Сердечка, на которой можно будет делать какую-нибудь надпись. Послание, любовное послание. Да, да, да. Когда будете раскладывать на противень сердечки, главное, не забывайте соблюдать расстояние между пряниками, ведь в процессе запекания они начнут увеличиваться. Теперь нам нужно поставить пряники в духовку на температуру 170 градусов примерно на 5-7 минут. Угу. Всё, пошла. Ставим в духовку наши вкусные Валентинки. Пока они готовятся, мы не теряем времени и вместе с Екатериной готовим глазурь. Для этого нам нужна сахарная пудра и яичный белок. Сахарную пудру нужно просеять. Добавляем ее в синий. И на небольшой скорости миксером два. После того, как готова глазурь, самое время заглянуть в духовку. Пряники готовы. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Пряники готовы. Обалдеть. Посмотрите, как красиво. Наступила самая приятная творческая часть, когда можно пофантазировать и придать своим изделиям законченный вид. Катя, сейчас у нас такой самый красивый момент. Мы сейчас наши пряники будем украшать. Что нам для этого понадобится? Нам нужна айфинг, который мы сделали. Он белого цвета, поэтому мы будем использовать гелевые красители для того, чтобы подкрасить их. Так, это у нас карамельный, это красный цвет. И красный, да. А сколько капель надо? Ну, постепенно будем добавлять, чтобы получать цвет, который нам хочется. Одноразовые мешочки мы наполняем белой глазурью, чтобы потом ей сделать красивые надписи. А в оставшуюся массу добавляем несколько капель натурального красителя и тщательно перемешиваем. Для контура, вот этот вот контур, да, который, нужен айфинг немножко погуще, чем для заливки. Поэтому мы сделаем одного цвета два пакетика. Один сделаем, такой небольшой. Для контура. Это как рамочка, да, которая будет вязать? Да, которая держит, чтобы заливиться. А вот в этот остаток мы добавим воды. Не случайно для Валентина Катя выбрала красный и белый цвет. Ведь они главные символы дня влюбленных. Красный означает страсть, а белый – чистоту любовных помыслов. Традиция написания валентинок непосредственно связана с легендой о римском епископе Валентине, который тайно венчал влюбленных, за что поплатился жизнью. Принято считать, что первые валентинки появились в 15 веке. Но историки расходятся во мнении, кому именно принадлежит сама идея. По одной из версий, автором первой любовной открытки был герцог Орлеанский. В 1415 году заключенный в лондонский Тауэр. Он писал стихи и романтические письма жене во Францию. Эти послания до сих пор хранятся в Британском музее. Другая версия называет самой старой валентинку 1477 года. Она была обнаружена в 2000 году в одной из библиотек в Англии и в свое время была куплена у одной британской семьи. Кстати, дамам в этот день по традиции принято дарить не только валентинке, но и цветы. Самым популярным цветком является красная роза. Идея дарить красные розы принадлежит Людовику XVI, который преподнес такой подарок Марии Антуанетте. Как считал король, это цвет страстной и преданной любви. Ведь по легенде Афродита наступила на куст белых роз и окропила их своей кровью. Пока я делюсь красивой легендой с Катюшей, все аппетитные крема для преображения валентинок уже готовы. И мастер показывает, как правильно рисовать контур. Надо сказать, это настоящее искусство. Ставим вот здесь вот точку и начинаем ввести рукой. Нужно, чтобы контур немножко подсох. А потом будем делать заливки. Эта процедура не такая уж простая и требует пряничной тренировки. Немножко они у нас подсохли. Теперь начинаем делать заливки. Я сначала покажу на сцене. Так, отрезаем. Можно даже чуть-чуть побольше, чем контурный. Потому что нам нужно просто заливать пряник. Сейчас она начнет растекаться, и мы ей немножко поможем зубочистками. Разравниваем поверхность зубочистками. Пряник можно слегка потрясти, чтобы глазурь легла ровнее. Сердце. Тебе не хочется покоя. Ой. Все, давай отставим, чтобы она засохла. Пока одно сердце подсыхает, на другом прянике делаем рисунок. Наносим прямые линии и зубочисткой разрезаем их вертикально. Количество цветов на валентинке и их размеры зависят от величины пряника и фантазии кулинара. Ведь это лишь один из способов украшения. На валентинку вы можете не просто нанести узор, но и написать на ней имя возлюбленного. Сейчас самое время, Катя, сделать признание. Но так как у меня молодого человека пока еще нет, я признаюсь в любви своей программе. Катя, спасибо тебе за такой великолепный мастер-класс. Я думаю, десятки влюбленных по нашему округу смогут признаться в любви таким вот вкусным способом. Это была программа «Сиюн. Зов сердца». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова